Наши главные конкуренты, по сути, в Украине, это Макдональдс и Кависей. Там просто вместо бекона кусок сала. Я думаю, бляха, это же гениальная идея. У нас на сегодняшний день 135 тысяч клиентов. Честно скажу, это были худшие два месяца моей жизни. Сидели такие, вау, офигеть. Привет, меня зовут Роман Кирилович. И я сегодня хочу вам рассказать историю сети бургерных Юджинбургер. Точнее, историю ее основателя Евгения. Узнаем, как этот молодой человек построил действительно интересную, динамичную сеть и добился выдающихся результатов в ресторанном бизнесе. Приятного вам просмотра. Обязательно посмотрите до конца. Я у тебя в Телеграме читал, когда ты только начинал этот проект, ты прямо, еще не было даже ресторана, это, по-моему, февраль 19-го. Ты писал про аромамаркетинг, что тебя в какой-то точке впечатлило. Ты прямо сказал, эти там хитрые ребята используют установки. И ты решил, сказал, у меня тоже это будет. Здесь используется аромамаркетинг? Я не знаю, почему ты вспомнил, это смешная история. Потому что я нюхаю запахи. Нет, я тебе объясню, в чем прикол. Значит, что было? Мы добавили аромамаркетинг в первый ресторан. Это получается специальная пшикалка, которая, то есть ты приезжаешь, там прям выбирает 40 вкусов, хоть там, не знаю, запах розы, например. И мы переживали, что будет не хватать, и мы прям так масштабненько добавили. В итоге что произошло? Произошу следующее. Этот аромамаркетинг начал смердеть и осаживаться на футболках людей. Серьезно? Знакомому говорю, слушай, говорю, что ты давно видишь бургера не было? Он говорит, слушай, да уж у тебя смердит. Я задрался, говорит, я приезжаю, у меня футболка булками воняет. Нужен был один максимум, там, на 200 квадратов. Мы сделали два таких распылителя. И мы решили, честно, просто не париться. Столько людей было жаловалось, что мы решили просто убрать и забить. В Макдональдсе, слушай, вроде бы используют. Нет, на самом деле они... Нет, да, это мифы? Это мифы, да. Я просто тоже это узнавал. Он, на самом деле, просто за счет того, что у них огромный поток идет бургеров ежедневно. То есть у них огромная вытяжная система стоит на крыше. А здание, в сумме, одноэтажное. Получается, оно просто в радиус идет этот запах. И людям кажется, что как будто какой-то рома маркетинг. На самом деле там ничего нет. Кстати, смотрел фильм «Основатель»? Конечно. Это мой любимый фильм практически. Настольный фильм, да? Я его смотрел раз в 7, наверное, да. Кстати, у нас есть одна связочка. Ты тут перед интервью мне рассказывал, что ты там в своей жизни перепробовал 15 профессий. Райк Рок тоже. Но к этому вернемся немножко позже, к твоей истории. Расскажи, ну, во-первых, давай сразу закроем вопрос названием. То есть Женя, Юджин, все поняли, да? Ну, грубо говоря, да. Евгений Бургер звучит по-дебильному. Да, максимально. Вот, поэтому, чтобы зарегистрировать уникальную торговую марку. Соответственно, как бы, то есть мы... Я придумал такое слово. Здесь есть джин. У тебя есть джин в ассортименте? Нет, к сожалению, это есть пиво, сидр и вино. Вот, но момент, конечно, в том, что... Ну, если человек знает английский, понятно, что это юджин, да? Но, блин, процентов 30 людей, они читают. Как читают? Юдгин. Честно, как только не читают. Вот, но это проблема на самом деле есть. Иногда бывает даже, то есть у нас вывески все на английском, да? Ну, например, там на листовках мы пишем юджин на украинском, чтобы люди понимали, что это юджин. Как оно считается? То есть большинство понимают, да. Но причем самое смешное, что кто-то из клиентов наших скинул спанчбоб мультик, ну, знаешь. Да, конечно. Его звали Юджин Крабс, и у него тоже было бургерное. Даже если ты гуглишь там краб из спанчбоба, там Википедия выдает Юджин Крабс. Логотип у тебя очень много котлет. Да, логотип очень долго разрабатывался, когда мы только начинали его... То есть он разрабатывался, сначала один свой был, потом второй, потом сыром третий. То есть он назвалось, получается, и потом получалось то, что нужно. У нас, кстати, такой бургер действительно был. На самом деле, у нас был бургер «Вавилонская башня», там было 4 котлеты. Но мы его убрали потом... Слушай, я где-то читал, опять же, вот, может быть, ты больше в теме, подтвердишь или нет. У Макдональдса есть в ресторанах, может быть, тоже не во всех. Ты можешь подойти к... Сколько хочешь добавить? Да, секретное слово какое-то назвать. И тебе могут сделать вот этот вот монстр Биг Мак, состоящий там из 8 котлет. Такого нет, такого нет. Нет секретного слова. Это желтая пресса, надо отписаться. Ты просто можешь, об этом мало кто знает, ты можешь любое количество котлет попросить добавить. То есть хоть 20. Бесплатно или... Не-не, за деньги, конечно, но добавить любое количество. То есть они обязаны тебе сделать. Ты сказал, что я смотрел фильм «Основатели». Там у Рая Крока, который, по сути, только в 52 года стал иметь отношение к Макдональдсу, он до этого перепробовал там 100-500 профессий. Ты мне рассказывал, что у тебя их было минимум 15. Самых ярких расскажи, пожалуйста. Ну, смотри, я по факту как бы зарабатывать, начал пытаться лет с 13-14. То есть это все было в онлайне, там какие-то мелкие проектики. Тебе сейчас сколько? Мне сейчас 22. Так, то есть 9 лет назад. Уже был интернет просто, это к вопросу. Да, да, уже был интернет. Изобрели его. Я к слову скажу, добавлю. Потому что когда мне было 13 лет, я не мог зарабатывать в онлайне. В основном все было в онлайне. Я вообще думал до бургерных, что я всю жизнь буду онлайн предпринимателем. Я всегда думал, что офлайн, думаю, ну это какие-то идиоты. Думаю, ну это же как бы рискованно. Да потопный бизнес. Ну, сидят, да, что-то такое. А потом, ну уже там спустя годы, конечно, ко мне пришло понимание, что как раз таки офлайн это самый в принципе стабильный бизнес, который, ну мне гораздо интереснее заниматься офлайном, чем потенциально быть, так сказать, успешным а-ля онлайн предпринимателем воображаемым. Да, там и так далее. Ну самое, наверное, такое интересное, это смешное, это я же говорю, я заказывал шапки из Китая. Сейчас скажу, когда это было. Это было как раз, когда 14-й год был. 13-14, когда события на Майдане были, происходили. Вот почему шапки? То есть на самом деле хотелось попробовать бизнес с Китаем, то есть не было понимания, что к чему. Я думаю, я нашел там поставщика, смотрю, там по полтора доллара за штуку. Я такой, ооо, и я помню, что на базаре по домам продается за 100 гривен. Да, там это там три раза больше, ну на то время. Я думаю, бляха, это же гениальная идея. Я привлек друга, он наложил деньги там у родителей своих. Это вообще, там я говорю, там пополам все. Я уже там, я уже, значит, мы с самим империю по шапкам, перепродажи, значит, там границы все, там открываем магазин шапочный. Много же кейсов очень в мире, предприниматель, которые сделают. Есть такой один, он сейчас в Ростове. Мы заказали, все шикарно, там оплатили, довольны, ждем партию. Должна была прийти там в декабре, были задержки на январе, на февраль. Должна была прийти в феврале. В феврале начинает, ну там уже Майдан, да, там, ты помнишь, уходит там за рамки адекватности, скажем так. И, соответственно, понятно, меняется власть. В феврале-март начинаются проблемы на границе. И в итоге шапки нам не нашли. То есть просто контейнер остался на границе. Транспортер, ему дешевле было отказаться от этого контейнера, зачем платить там миллионные взятки, чтобы его в итоге там растаможили. Ты просыпаешься, ты понимаешь, что ты там одолжил эти деньги весь из другом там, да. У тебя ничего нет, ты пытаешься открыть свой бизнес, ты уже планировал, что у тебя будет там мегаполис по шапкам, понимаешь. И они не приехали, да. То есть, ну это стресс был сумасшедший, конечно. Много было проектов, много было, я же говорю, там, мы с вами агентство маленькое было, да, там, пытались продавать игрушки. Даже был какой-то там бизнес по продаже жвачек лавис, короче. Я покупал оптом жвачки лавис, покупал маленькие коробочки, короче, расфасовывал и продавал в два раза дороже. И люди, да, там, и родители, ну, понятно, смеялись, ну, как хернью занимаешься, да. Но по факту вот эти вот там десятки, да, там, поражений, скажем так, да, они в итоге с каждого что-то взялось, да, например. Там где-то навык переговоров, там где-то навык продажи, там навык, как работать с поставщиками, да. Все равно, даже если не получается, это не плохо. Плохо, когда ты вообще ничего не делаешь. В какой-то степени, да, да, но может быть. С чего начинался, помнишь слово, с которого начинался фильм «Основатель»? Одно слово. Настойчивость. Настойчивость, да, это правда. Настойчивость, да, это одна из отличительных черт предпринимателей. Условно говоря, в ресторанах у нас... Сейчас, подожди, ответим. Алло. Алло, Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Мне Саша отдал ваш номер телефона по поводу франшизы Конотопский. А, Саша Конотопский. Слушайте, извините, пожалуйста, у нас сейчас запись идет. Можно я вам перезвоню сразу после того, как мы закончим съемку? Да, 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 спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Да, спасибо тебе. Мы приехали на новую локацию, которая открылась буквально вчера. А где лучше открываться, на фасаде или в торговом центре? Вот хороший вопрос. Я на самом деле к фасаду очень так, очень осторожно отношусь. Торговый центр это катализатор трафика, да, то есть торговый центр, во-первых, там только фудкорт, то есть, соответственно, это 50 квадратов, да, ты не вкладываешь в мебель, ты не вкладываешь в зал, да, то есть, получается, у тебя выходит меньше инвестиций на процентов 30-40. То есть я бы посоветовал больше фудкорт, да, но в то же время я поехал по регионам, я немножко подофигел, потому что на удивление в регионах ситуация кардинально другая, то есть, и там я могу сказать, что торговые центры просто пустые вообще. То есть там нет такого, как в Киеве тренда, фудкорты в торговых центрах, да, и там, на удивление, ты открываешься на фасаде даже в каком-то спальном районе, и у тебя там есть хороший бренд, да, у тебя зашквар очень много людей. Мы на это и рассчитываем, потому что наши конкуренты преимущественно на рынке Украины в том, что Макдональдс, он не может заходить в маленькие города. Да, например, там Умань, Камец-Подольский, неважно, там Хмельницкий, нормальные города, где живут там 230 человек, Макдональдс там нет, и КФС там нет, и никогда не будет, потому что рынок Украины очень специфический, да, и то, что есть в тех регионах, это катастрофа. Я вот приезжал там, ну, просто это действительно забегаловки, ты заходишь, да, и страшно есть. Понимаешь, я вот там как-то зашел в бургер, ну, и там просто вместо бекона там кусок сала. Поэтому с учетом такой ситуации, тем более, что в регионах нет таких прям торговых центров, в небольших городках, да, как раз-таки мы и будем советовать в РЖД открывать именно фасадные рестораны. И причем самое главное, что первый ресторан должен открываться на центральной части города, где всегда есть люди. Мы сейчас на кухне Юджина. Кстати, это получается открытая во всех смыслах кухня, ее можно смотреть и из зала, и с улицы. Таким образом, как бы мы показываем, что мы открыты, и нам нечего как бы скрывать. Мы все, что нужно было скрыть, все сейчас запихнули вот туда. Мы успели, да, успели спрятать, поэтому... Что мы сейчас будем делать? Мы забыли заказать большой бургер, поэтому мы... Да, поэтому Рома настоял, он заставил нас купить халаты в эпицентре, шапочки, и, соответственно, сделать сейчас терминатор бургер. Наконец-то к тебе шапочки приехали, кстати. Хоть какие-то, да. Мы будем делать самый большой бургер Южина, знаменитый полуторакилограммовый, скорее всего, у нас не получит терминатор. Так, все начинается с мяса, да? Да, то есть у нас, грубо говоря, работает два повара, соответственно, один на зоне жарки, второй на зоне выдачи, то есть он, грубо говоря, собирает бургеры. Чтобы этот процесс был непрерывной, особенно, когда идет какой-то поток, например, обед. То есть один постоянно жарит котлеты, или, например, на фритюре это там картошка, ну, то есть все наши закуски, да, то есть, естественно, второй выдает все это, собирает эти бургеры. Вот, соответственно, чтобы равномерно была обжарка этого мяса, мы сделали такие самодельные у нас крышечки, которые немножко еще текут от масла, да, это нормально. Ничего, я понял, выкидывать эту обувь. Да, ну и, соответственно, приблизительно там от 30 секунд до там минуты полутора. А почему мы не жарим сразу несколько? Или нам не нужно несколько? Потому что я не специалист повара, скажу честно, и я бы не хотел... Испортить сразу все? Да. Не, можно на самом деле поставить. Давай я вот так надену, будет более так молодежно. Солидно, да. Более солидно. Я думаю, да. Я думаю, что пыли на твоих волосах была куда меньше, чем на капюшо. Ну, котлета процесс такой, не быстрый, но зато это, то, что она приезжает к вам готова, экономит вам... Очень большое количество. За счет этого, я же говорю, мы, получается, по факту оптимизировались, потому что у нас было по три повара, вынужденно, да, то есть и немножко выходил за рамки бизнес-моделей и зарплатный фонд, потому что один повар все должен стоять на котлетах, готовить их целый день. За счет того, что мы это оптимизировали, у нас теперь только два повара на смене. Я боюсь спросить, что случилось с третьим. Это он? Где? Значит, что мы имеем? Мы имеем четыре сочные котлетки, видишь, у нас что течет, как бы говоря, да, соответственно, как бы мы теперь можем приходить в зону заготовок. Вот, собственно, наша прекрасная булочка для Терминатора. Мне нужна твоя одежда и булочка. Помните, в оригинале так она звучала, цитата эта. Есть еще одна очень интересная вещь, знаешь, какая? У меня с самого детства руки через жопу, когда я что-то режу. Вот, поэтому порядок... Поэтому я открыл ресторан. Да, чтобы не резать. В ресторанном бизнесе, в том числе, какой-то определенный успех можно добиться, если собственник маркетолог. Это очень важно. Дима Борисов, кстати, тоже об этом часто говорит. Дима Борисов, он же был, помню, маркетологом, да. Тот же Федор Овчинников, который, он тоже был связан с маркетингом. Вроде бы ресторанный бизнес это, там, огромная машина, но у нас складывается с мелочей, да. Начиная от красивого меню, заканчивая упаковкой, там, да, каким-то маркетингом, касанием с людьми. Потребитель любит даже в еде покупать красиво, чтобы ему хотелось сюда вернуться, да. То есть я считаю, что вот 90% успеха ресторанного бизнеса, в данном случае, да, это маркетинг. Перед Юджинбургером, да, у меня было диджитал агентство. Вообще, открыл его случайно, я занимался сам, как бы, консалтингом. Просто банально, там, да, там, с 200-300 долларов, да, то есть там, я помогал человеку, действительно, в упаковке его бизнеса, например, я говорил, как сайт доработать, да. А потом дошло до того, что один прекрасный момент, там, один клиент сказал, что, там, Евгений, смотрите, ну, консультацию с ним провели. Говорит, это все прекрасно, 200 долларов для меня не денег. Говорит, давайте я вам дам 2000, и вы мне сами сделаете этот сайт. И скинул на карточку. А для меня тогда 2000 долларов, то есть я вот так вот. Я помню, как сейчас я пошел в Макдональдс праздновать, в Биг Тейсте. Сразу. Куда потратить деньги, я не думаю долго, да, в Макдональдс. Мы создаем такую историю, что для того, чтобы у нас были продукты на каждый день. У нас есть бургеры, да, у нас есть фитнес-бургеры. Например, ты не хочешь есть булочку, ты можешь взять бургер в листе салата. Есть роллы, причем мы запустили эти роллы вот осенью, там, с креветкой, с курицей и с сыром. Они разорвали просто у нас, они сразу вышли на второе место по продажам. У нас есть салаты, да, то есть у нас есть закуски, которые мы тоже в том числе делаем сами там. У нас есть алкоголь на разлив. И за счет этого вот все эти фишки, они позволяют создавать моноформатность продукта, да, то есть таким образом, то есть человеку не надоедает. И самое главное, есть продукты абсолютно для всех категорий людей, да, то есть даже есть вегетарианские бургеры, например. И люди, которые не кушают мясо, они тоже могут прийти, у нас покушают. Мы в процессе разработки, честно, это моя больная тема. Мы не можем найти игрушку уже год. Это проблема катастрофическая. То есть все готово для детского меню, мы даже ввели специальный маленький сок, да, то есть уже готова упаковка, вот, но нужна игрушка. То есть одно дело Макдональдс, который заказывает миллионными тиражами из Китая на заводе, где ему там ходится в 20 центов, да, они на весь мир производят. Она должна быть дешевая, да? Конечно, да. Она должна быть у нас по бизнес-модели, ну, там 8-9, максимум 10 гривен, да, то есть а какую-то хрень покупать не хочется, да, то есть, ну, понимаешь, да, это, так или иначе, это должно быть хотя бы интересно ребенку. Можно я что-то хоть сделаю? Конечно, конечно. Только ты мне скажи, какими, что написать? Держи. Можешь написать. Давай напишем букву F. Франшиза. Или франч. Или франч. А здесь мы напишем, здесь можно писать? Конечно. А здесь мы напишем. У нас на кружке рисования можно все. Юджин. Юджин франшиза. Мало, но пусть будет, да. Ну, вообще, как бы обычно оно рисует так, обычно больше, то есть, ну, чтобы оно покрывало полностью. Ну, вообще, у нас 4 сыра, то есть у нас тоже есть такой бургер. Пармезан, дурблю, чеддер, моцарелла, да, то есть в терминатор у нас идет чеддер и моцарелла, то есть, но так как у нас все по элитному, как ты говоришь, что мы можем сюда попробовать дурблю и пармезан. Я что-то новое, мне кажется, придумал. Ну, можем, например, еще барбекю соус. Давай. Это тоже мы его сами полностью делаем. Ну, я думаю... Это кровь терминатора. Давай так, комментировать. Нормально, да. Я всегда говорю, знаешь, с пивом пойдет. Хоть я пиво и не пиву, но тем не менее. Все. Соответственно, можно накрывать. Ну, и в основном, конечно, когда человек такой бургер получает, особенно же, когда люди делают реальные сюрпризы друг другу, например, на день рождения, понятно, у человека вау-ау-аффект, да, то есть я сам бываю с друзьями, ну, там, несколько, да, то есть я прям покупал свечи, да, то есть это как торт. Это не продукт для заработка, то есть мы на нем, ну, понятно, что там, ну, я на самом деле есть, но мы на нем не сильно зарабатываем, да, но это продукт для маркетинга, да, для новых эмоций, вот, друзья, блях, а где это, я тоже это хочу, да, то есть все. Это катализатор прихода новых клиентов, да, а потом люди уже привыкают, становятся нашими постоянными клиентами. У нас, если вот снять поваров, они работают в перчатках в все обязательном режиме. Мы делаем для себя. Мы просто помыли руки. Мы помыли в туалете. Да, мы прошли инспекцию Романа, поэтому он разрешил нам быть без перчаток, соответственно. Кстати, я считал твой пост в твоем телеграм-канале, о твоей телеге поговорим чуть позже. У вас была проблема с этими перчатками в карантии? Колоссальная проблема, колоссальная проблема. Они делаются, напомню, где, в Малайзии, да? Они делаются в Малайзии, да. То есть у нас было... То есть 95% всех перчаток? Да, чуть ли не 100, да. Значит, и цена, первый год до карантина, цена за пару перчаток была, говорили, на 50. Когда произошел карантин, произошла беда страшная. Во-первых, там, 2 месяца они работали с завода. Во-вторых, правительство ограничило, что максимум 50% рабочих может работать на заводе из-за карантинных торм, да. И все, кто работали на заводе в Малайзии, это были приезжие, там, Вьетнам, Камподжа, да, и так далее, которые работали дешевая рабочая сила. Они все уехали, их выгнали со страны. Заводам пришлось брать малайзийцев на работу, а малайзийцы, там, страна достаточно небедная, они не дураки, они работать за копейки не будут. Из-за этого зарплатный фонд, раз, производственная мощность упала, зарплатный фонд вырос. На момент, там, лета, осень, перчатки стоили 12 гривен за пару. В 10 раз выросла цена? Практически, практически. Сейчас цена 16 гривен за пару. Это катастрофа. То есть, представь, что бургер, например, стоит 80 гривен, да, у нас на упаковку заложено максимум 5%. 5% это на коробочку для бургеров, флажок и так далее, да, а тут только перчатки. У нас из-за перчаток были месяцы, когда упаковка была 13-14%. Это катастрофа. Мы отказались от них полностью и перешли на дешевые, одноразовые перчатки. Знаешь, как пакеты? Да. Черного цвета. Знаешь, какая их цена? 25 копеек за пару. Они не суперудобные, да. Да, был какой-то негатив о том, что там, ого, там, Юджинбургер скатились в мусорные пакеты, да, там, на руку. С другой стороны, дорогой, ну, типа, не хочешь, не бери. Вот, например, люди приходят в Макдональдс, там уже нет перчаток, правильно? Да. И люди даже не спрашивают. Я уже потом заметил, это дело сделали не только мы. Да, например, Blackstar Burger в Москве, я за ними активно слежу. Они вообще убрали полностью и начали их продавать за деньги, там, по себестоимости за 15 гривен, грубо говоря. Но я почему так не сделал? Потому что, ну, даже в психологическом уровне, вот ты приходишь пушать бургер, там, за 100 гривен, пусть, да, ну, на 15 гривен покупать перчатки, ну, согласись, это, ну, не комфортно. Лучше мы будем давать дешевые, но бесплатно, да, чем продавать по себестоимости дорогие и получать еще больше негатив. А сколько досточка стоит в производстве? 350 гривен. Ну, она, потому что многоразовая. Да, и она покрывается лаком, она многоразовая. Но, конечно, тоже не без грифа. Ты знаешь, нет, ломают. Ломают? Да, ломают, кидают. Надеюсь, не сухими бургерами? Не сухими бургерами. У нас, на существо, 135 тысяч клиентов. 135? Да. Это за полтора года, да. И мы растем, как бы, вот, и, соответственно... А что вы о них знаете? Это очень хороший вопрос. О них мы знаем, честно говоря, очень мало. Ну, у нас есть номера телефонов, многие, большинство, но не всех, да, тех, кто на доставку. Я хотел сделать про мобильное приложение, я хотел сделать программу лояльность. В основном, как раньше были? Были какие-то скидочные купоны, да, там, скидки 5%. Но скидка – это хрень для бизнеса. То есть у человека должна быть мотивация возвращаться снова и снова, как, например, там, вот эти баллы за бензин на заправках, да, например. Соответственно, значит, что мы сделали? То есть сделать просто приложение, да, это, как бы, не так-то сложно, но сделать приложение, в котором внутри будет программа лояльность, да, вот это уже задача. Значит, что мы сделали? Смотри, в чем суть? У тебя появляется кешбэк. Одно дело, когда ты заказываешь на доставку, здесь, да, понятно, что оно в системе фиксирует номер телефона и сразу же тебе приходит кешбэк, да. Другое дело, как сделать так, чтобы мотивировать людей заказывать и на ресторане. И мы сделали, то есть у каждого человека свой уникальный QR-код. Ты подходишь, просто вот так показываешь свой QR-код, кассир сканером сканирует, автоматически оно идет в систему и у тебя начинается кешбэк. Мы тебя уже знаем. Мы тебя уже знаем, мы знаем все. Три ранга. 2% кешбэка, 4 и 6. Плюс, ну, там, мы, допустим, время 3, меня узваниваем клиентов, да, там, например, все ли вам понравилось, там, все ли хорошо. Но это понятно, это гемор, и мы не можем это делать системно, делая, да, там, всем постоянно. Значит, здесь что мы сделали? Мы сделали, человек, когда, то есть, сделал заказ, неважно, ресторан или доставка, да, ему через 20 минут приходит как глава уведомления, оцените ваш заказ. Если что-то не понравилось, напишите комментарий. За счет этого, например, если какой-то негативный отзыв, мы получаем его не в гугле публично, мы получаем его в приложении, да, то есть, как бы, ну, понимаешь, да, это моментальная оперативная обратная связь. Какой у тебя срок выдачи заказа? Смотри, от 5 до 10 минут. Причем все делается из-под ножа. Сама концепция Юджинбургера, да, это фактически концепция скорость заказа и вид обслуживания, да, без официанта фастфуд, но еда ресторанного качества. Насколько ты дороже Мака? Мы дороже Мака на процентов, наверное, 20. Я так скажу, было 2 варианта. Первый, когда мы открывались, да, первый вариант. Создать 1 ресторан в Киеве, как по типу The Burger, да, сделать супер, большие крафтовые супербургеры, поставить цену 250-300 гривен, стать культом вирусным рестораном, да, он бы был забит всегда. Я бы зарабатывал нормальные деньги и не парился по себе. Все, да, но это неинтересно. Не масштабируется. Не масштабируется вообще. То есть The Burger, он как был один, он и будет один, да. Люди в регионах, они не будут покупать бургер за 200 гривен. Это важно. А меня всегда просто действительно вдохновляла мысль открыть сеть. Мой вечный спорт с нашим бренд-шефом по поводу цены. То есть я там уже прихожу, говорю, Саша, слушай, я понимаю, что нужно еще на 10 гривен резаться, а он сматывал. Говорит, тут некуда урезаться, уже говори. Говорит, хочешь, я тебе котлету заберу, будет у тебя булка с сыром, пожалуйста, вырезайся. Изначально, когда мы запускались, у нас цены были гораздо дороже. То есть, например, бургер там стоил 170 гривен, 180. Я не понимал, не было опыта, я ноль был в ресторанном бизнесе. Но начиная с открытия мы 4 раза снижали цены. И сейчас, грубо говоря, то есть там самый дорогой обычный бургер, да, это 119 гривен плюс-минус. Самый дешевый 49? Вот, вот это был ключевой. 39? 39. Это был ключевой момент, когда мы начали расти. То есть, у нас изначально бургеры были там по 370 грамм. То есть, люди нажирались. Просто приходили и они сидели такие, вау, офигеть. То есть, вот, но я потом понял, что эта тема просто немасштабируема. То есть, я должен делать бизнес, который будет масштабируемой, чтобы бизнес-модель работала. Соответственно, мы начали... Чтобы не закрыться через год. Соответственно, для того, чтобы уменьшить цену, мы должны были уменьшить порцию. То есть, мы, конечно, не уменьшили их, как у Макдональдса. Мы нашли баланс. За счет этого нам получилось снизить цены. Но и самое главное, что когда мы добавили линейку дешевых бургеров, мы начали конкурировать с Макдональдсом. Наши главные конкуренты, по сути, в Украине, это Макдональдс и КФС. И у нас действительно есть шанс обойти даже Макдональдс. Потому что, например, в России Макдональдс в 700, Бургер Кингов в 1000. Там уже, ну, у нас сумасшедший, например, рынок. Это тяжело. В Украине Макдональдс в 95. А мы планируем по Украине, если все сложится по франшизе, открыт, там, ну, 120-150. Твой путь в франчайзинг был тернист. Мы помню еще летом встречались. Общались, то есть, в принципе, ты уже давно об этом думаешь. Да. Что по факту? То есть мы, что мы сейчас хотим показать рынку? Что мы хотим ему доказать? Что это будет? Смотри, мы доказывать рынку точно ничего не хотим. То есть у нас стоит глобальная задача стать номер один в Украине. Сетю Бургер. Ну, я планирую 150-200. Плюс это, опять же, это только локальные рестораны. Это мы еще даже не рассматривали драйвы. Драйвы – это катализатор очень большой дополнительной прибыли, в том числе помимо трафика, помимо доставки. Например, KFC. Да, вот, допустим, мы открыты рядом с KFC. Если прийти в любой день, то там в зале в KFC сидит меньше людей, чем у нас. Но по информации, опять же, инфраструктуры, которая у меня имеется, обороты они делают в три раза больше, чем мы. Почему? Потому что у них 70% дает драйв. Да, задача стоит покрыть всю Украину. И мы будем рассматривать города от 100 тысяч населения. Мы, на самом деле, по поводу франшизы, то есть у меня есть блог в Телеграме, вот я как раз хочу об этом поводу поговорить. У тебя там уже больше 4,5 тысяч подписчиков. Почти 5 тысяч человек. И знаешь, когда мы встречались с тобой первый раз, то, что меня действительно поразило, что ты благодаря этому блогу, в принципе, не самому большому бизнес-блогу в Украине, наверное. Конечно. Ты последующие рестораны после первого открывал, по сути, просто кидая клич в Телеграмчик. Чтобы люди понимали, у нас открыто 6 ресторанов. Сейчас первый ресторан был открыт на кредитные деньги, то есть я, грубо говоря, занимал, бегал, искал. А все остальные были открыты уже с инвесторами. И все инвесторы Абсолют у нас приходили с самого Телеграм-блога. С этого Телеграм-блога, если он заметил, там действительно очень большая активность. Там увлеченность по 300-400 на пост, таких лайков. Для Телеграма это огромное количество. Мне там такие вещи писали, Ром, просто, что чуть ли там, ну, там, чуть ли там, знаешь, какая-то там девушка писала, что там, типа, женюсь. Хочу тебя ребенка. Или там, например, знаешь, Евгений готов бросить все, переехать в Харьков, в Киев, с вами работать. У нас была история. Инвестор вложил 120 тысяч долларов в ресторан, не видя меня ни разу в живую, находясь при этом в Израиле, передав деньги через своих знакомых. Прикольно. Я говорю, а почему? Он говорит, я перечитал твой блог с первого поста, говорит, меня, говорит, история задела. Реально задела, я готов. Давай поговорим по цифрам. С каким минимальным бюджетом можно открыть Юджинбургер? Смотри. И что это будет? Да, значит, ну, по сути, на данный момент у нас есть 2 формата. Первый это фудкорт, да, и второй формат это фасадный ресторан, на котором мы сейчас и находимся. Примерный бюджет на открытие, например, фудкорта можно влезть даже в 50 тысяч долларов. С учетом того же паушального взноса, если вместе, да, например, то паушальный взнос... 15 тысяч? Да, в районе 15 тысяч мы планируем. Соответственно, мы планируем... Окупаемость на какую можно рассчитывать? У нас есть 3 варианта развития событий. То есть оптимистический это год, реалистичный это 2, и пессимистичный это 3. Бизнес-ресторан это, в принципе, адекватная цифра. Я, честно, я ненавижу операционку. Я вот такой вот человек, знаешь, как вот есть шило жопой, да, и стул жопой. Вот я шило жопой. То есть моя задача идти дальше, вперед, да, там ломать переговоры, продажи, маркетинг, создание, там, ну, понимаешь, да? Но мне, то есть я не могу вот... Вот эта вот ежедневная рутина, она меня убивает, честно. Но когда я открыл первый ресторан, я понимал, что мне сразу, я даже советовался, да, там с людьми, с рестораторами, мне все говорили, с первого дня бери управляющего. А я решил самому побыть управляющим 2 месяца, для того, чтобы понять, что здесь происходит вообще, да, то есть чтобы... Ну, конечно. И за счет этого, да, потом делегировать уже управляющего, но понимать все эти какие-то аспекты внутренней кухни и ресторана, да, которые есть. Честно скажу, это были худшие 2 месяца моей жизни, потому что я каждое утро в 9 утра ресторан открывал, в 11 закрывал, да, то есть я ненавидел, честно, но у меня просто... Каждый день? Каждый день, 2 месяца, без выходных. То есть пить приходилось через день, честно скажу, потому что, например, там, я никогда не забуду, на второй день открытия нашего ресторана у нас, получается, поломалась вытяжка, дым пошел в зал, сработала пожарная сигнализация. Причем надо. А мне никто не сказал, как ее выключать, я не знал просто, понимаешь? И прикинь, на улицу идет сигнализация, все люди выбегают, короче, а я просто с матами трехэтажный, я бегаю по помещению, не надо было видеть, потому что я бегаю, говорю, где, блядь, этот выключатель? Да, и в итоге там спустя 10 минут мы нашли так выключатель, короче, там узнали какой-то код, ну, в общем, вот таких моментов было тысячи, понимаешь? Это все, к сожалению, пришлось проходить на себе. У нас очень мощная ресторанная система, и мы видим, то есть у меня в телефоне, грубо говоря, есть дашборд, это очень мощная система, потому что по факту ресторанный бизнес, он основывается на цифрах, там есть около 140 показателей, все, я могу видеть, все, я могу видеть себестоимость продукта за сегодняшний день, да, продажи, например, что лучше продается, вот, допустим, у нас там бургер итальянский, это там с песто-соусом и с курицей, да, то есть он, мы когда его ввели, он был очень популярный, последние три месяца он на последнем месте продажен, непонятно почему, с января будем убирать, потому что он вообще не продается, то есть, ну, ты понимаешь, то есть нужно видеть цифры, да, и самое главное, что каждый, допустим, там франшизи, в том числе, да, то есть он будет получать доступ к своему дешборду по своему ресторану, и действительно, то есть он может видеть все показатели, начиная, там, например, какой кассир лучше продает, у кого есть кассиры, например, выше средний чек. Себестоимость, это же очень важно, потому что у меня даже, мы уже сейчас настраиваем уведомление в Telegram-боте, то есть, например, бургер стоит 100 гривен, да, его себестоимость 35 гривен, да, то есть это максимум потолок, то есть он не может быть больше. Соответственно, если, например, какой-то из дней, например, приехал поставщик, например, да, не знаю, там, у него, там, допустим, цена на мясо, условно говоря, там 110 гривен за килограмм, а он, если с него не с него привез 130, да, например, ну, менеджер принял, а не заметил, из-за этого вырастает себестоимость бургера, например, там, не знаю, там, продали на 50 тысяч, да, например, ну, там, себестоимость 15 тысяч, всего продано за день, да, там, это там 35%, и если выходит за 35%, например, 35.01, я сразу же получаю уведомление, что ресторан такой-то, номер 2, вышел в фудкост, да, что я делаю? Я тут же пишу шеф-повару, бренд-шефу, говорю, Саша, разберись. Все, и мы тут же оптимизируемся, мы понимаем все нюансы, почему это происходит. Вот какая у франшизи мотивация, там, остаться с нами, например, через полгода не понять вывеску, да, допустим. Смотри, у нас же очень сильная сторона бизнеса доставка, да, соответственно, как бы вообще ресторанная система наша полностью. Как только подключается новый франшизи, мы добавляем его на сайт, мы добавляем его наше новое приложение, которое разработано, да, то есть, соответственно, в бонусную программу. Это выезжает специальная бригада с Киева, они подключают, настраивают, чтобы работало все, телевизоры, планшеты, чтобы это все было синхронизировано, чтобы работала аналитика дашборда, да, соответственно, как бы это все есть в нашей франшизи. У нас единый колл-центр наш в Киеве, который у нас в центральном офисе, он будет работать на всю Украину. Плюс все наши подрядчики, которым мы работаем, например, там, юристы наши, там, дизайн, архитектура, да, там, какие-то инженеры, 99% франшиз в Украине зарабатывают на поставках в своем франшизи, да, то есть это происходит очень просто. Ретро-бонусы, откаты, понятно, то есть, да, например, Coca-Cola, не знаю, там, дают 30% в скидку. Ты рассказываешь об этом, как будто ты не понял, что делать. Нет, я тебе клянусь, да, в том-то и дело. Я, честно скажу, то есть мы изначально, ну, понятно, думали, да, ну, там, как-то франшиза надо же зарабатывать, а потом поняли, что это большое конкурентное преимущество. И так со всего рынка, там, СНГ делают только Дудо-Пицца. Я, ну, я анализировал, да, не зря у них там 620 пиццерий. Смотри, ретро-бонус, есть два варианта. Ты либо берешь их на свою управляющую компанию, да, либо они тебе идут в счет снижения себестоимости. То есть, например, бутылка Coca-Cola стоит 10 гривен, да, ну, то есть так, либо ты получаешь 3 гривны с каждой бутылки ретро-бонусов, либо тебе себестоимость, например, идет 7 гривен, ну, грубо говоря. То есть ты эту цену отдаешь франшизе? Полностью, себестоимость. Соответственно, у франшизе за счет этого увеличивается себестоимость, он снижается, да, за счет этого очень сильно улучшается экономика ресторана и абсолютно 100% со всех поставщиков. А у нас уже эксклюзивная договора, реально. Но роллки же будут? Нет, роллки, конечно, будут, да. Моя задача сделать так, чтобы у человека был интерес, почему он должен покупать нашу франшизу, да, потому что мы честно говорим, что вот есть у нас скидки, и мы не забираем их себе в карман просто потому, что ты наш партнер, да. Мы даем их тебе, пожалуйста, пользуйся, ты наш партнер. Это будет как в Киеве, так и по всей Украине. В KFC есть такая фишка, за границей у нас нет, да, что можно там безлимитно пить. Очень хотелось сделать это у себя. И, соответственно, безлимит напитков. Так, может же каждый подойти со своим стаканчиком? Там не все так просто. Во-первых, здесь люди следят. Во-вторых, специально для безлимита вот такие крафтовые стаканчики. А можно со вчерашним стаканчиком подойти? Может, но, честно говоря, это бывает редко. Это, конечно, это бизнес, да, это сдержки бизнеса, без этого никуда. Мы даже сделали ограничение полтора часа, потому что бывало такое, что люди приходили и там чуть ли не сутки сидели, знаешь, с восьми. Просто я посмотрю, у него уже плохо, но он все равно подходит, такой безлимитно надо пить. Ну, давай хоть нальешь мне, может быть, немножко. Значит, в чем прикол, смотри. Многие люди, они думают, что фанта и кола, которая вот с этого аппарата вылезает, это какая-то там химическая, да, там, ну, короче, на самом деле концентрация один в один, как в бутылках, да, то есть просто суть в том, что кока-кола это разливает на заводе. Можно я попью? Конечно, попробую. Ты удивишься, но тут вода с крана приятного питья. Веснем. Значит, это Макдональдс то же самое, один в один. Значит, 90% воды с крана, 10% сиропа, который стоит в баллоне, да, там стоит мощнейшая система фильтрации от кока-колы, да, то есть фильтры, которые, соответственно, эту врубу, понятно, пропускают и делают из нее питьевую. Оно соединяется с сиропом и получается консистенция один в один, как бутылки. А есть у вас люди, которые там себе из фляжки наливают вискарик, подходят и колу добавляют? Честно, ни разу не видел, но я думаю, что есть. Лайфхак. Я думаю, что идея интересная, на самом деле, да. У меня безлимет, ребята. У нас было такое, у нас было, что у нас был в прошлом году там корпоратив на одном из ресторанов, а как раз сироп один, кока-кольный, подходил к концу, там ему оставалось 2 дня, то есть мы понимали, что мы его уже не продадим. У него есть срок годности? Срок годности, да. Мы не имеем права, мы за этим следим, опломбирование, да, то есть если срок годности чего-либо заканчивается, мы это выкидываем, потом наши издержки ресторана. И мы решили, ну, что делать, да, там, вискарик, все дела, и, короче, я говорю, ребят, сколько угодно, хоть опейтесь, говорю просто. И там, знаешь, по 10 стаканов вот так, просто надо куда-то, знаешь, как, обидно, но надо выпить. Очевидно, что ты будешь продавать франшизу не всем. Тебе нужно еще, помимо того, что у человека есть деньги, это не главный критерий. На что ты будешь реагировать, как ты будешь выбирать франшизу, кто вот твой целевой портрет, вот, идеальный твой партнер? Я тебе рассказал, ты первый ресторан, я открыл 20 лет, когда мне было, да, то есть вообще ноль, непонимание, что такое ресторанный бизнес. Только опыт с шапками. Опыт с шапками, да. То есть это, как, знаешь, вот, как идет человек, стрелы летят, знаешь, там, на войне, а он все равно идет, идет, идет. Вот это вот примерно этот ресторанный бизнес, да. И вот на своей шкуре фактически за полтора года, да, вот. Все стрелы уже принял. Все стрелы принял, да, и, по сути, вот, выкрасовал вот эту вот бизнес-модель работающую, которая вот непосредственно известный бренд, да, который уже есть. Честно, если бы я знал, что какую жопу придется пройти, может быть, я и франшизу бы какую-то и купил на старте. Вот, и это, понимаете, это колоссальное сокращение времени, да, потерянных денег, опыта полученного. Поэтому, на самом деле, конечно, то есть независимо, какой это возраст, да, на самом деле. Главное, чтобы у человека действительно горели глаза, у него было в этом желание, да, то есть главное, ну, вот, быть фанатом бренда, да. То есть 20-летнему тоже можешь продать? Абсолютно. Я точно знаю, да, что со своими амбициями, как бы, я не успокоюсь, мы 100% откроемся по всей Украине. Я в это очень сильно верю. Но я точно знаю, что мы этого не сделаем без будущих партнеров. Общепит – это очень стабильная ниша, так или иначе, потому что я вот часто анализирую, знаешь, там, машины, да, условно говоря, там, Mercedes, BMW, там, огромнейшие компании, самые стабильные. Сейчас Tesla развивается, да, там, электромобили, люди начинают потихонечку переходить, да, и они уже реально, извини меня, поджимают яйца в углу, сидят, переживают, да, потому что 5-10 лет, если они ничего не будут делать, да, то просто их вытолкну с рынка, потому что люди потихоньку переходят на электромобили. Вот. То же самое там с многими другими сферами. Телефоны, да, компания Nokia, которая у капитализации была миллиард долларов в 2005 году, да, сейчас где она, нигде. А еда 80 лет назад придумали Макдональдс-чизбургер. Прошло 80 лет Макдональдс-чизбургер такой же, да, та же картошка-фри, та же Coca-Cola. Нет, почему? Это 50-е годы, это 70 лет. Ну, 70 лет получается, да, но получается, что как бы годы идут, а еда не меняется. Там есть предположение, что вот, там, со временем у нас будет какая-то биологическая еда в тюбиках, да, как у космонавтов, но, честно, это там, ну... Она, может, и будет, она уже есть. Она, может, и будет, да, но перевести весь рынок 7 миллиардов людей планеты Земля на эту еду, это, что ты же понимаешь, это десятки, сотни лет. Вот поэтому, да, это как бы стабильный рынок, и люди кушают всегда. Субтитры создавал DimaTorzok